Всем привет! Сегодня воскресенье, 10 сентября. Меня зовут Юля, там за кадром сидит Женя. Это мой гастро-блог «Сладкий персик» в эфире «Сладкие новости». Самые первые в России еженедельные гастро-новости. Поехали! В Сургуте школьников будут кормить ризотто и пастой карбонара. История какая? В Сургуте проводили опросы среди учеников и их родителей, чтобы выяснить, какие блюда добавить в школьное меню. Потому что дети должны не просто есть, что попало, не просто для того, чтобы поесть. Еда должна быть не только питательная, но и вкусная. И это важно. И после этого опроса добавили в меню 27 новых блюд. Там появилась паста карбонара, ризотто, гарниры с овощами и разные запеканки. Я считаю, что это прекрасно, отличная и вкусная еда. Мы, например, дома тоже очень часто готовим пасту. Производитель Доширака опроверг данные о возможном дефиците лапши в России. Мы в последней новости говорили, что Доширак ожидает дефицит, что якобы на складах его становится меньше, но оказывается, все неправда. В России хотят ввести маркировку на вредные продукты. Это просто отличная новость, потому что люди, наконец, будут задумываться о том, что они едят и в каких количествах, конечно. Делал такую маркировку, предлагают на продуктах питания с повышенным содержанием калорий и вредных веществ. Например, на сладкой газировке, гамбургерах, картошке фри, на копченом мясе и так далее. Копченое мясо, кстати, очень вредное. Мне очень нравится, что уже даже на госуровне понимают, что людей нужно информировать и объяснять им, то есть нам, про еду и про пищевое поведение в целом. Потому что аргумент «а моя бабушка так вот всю жизнь ела и до 80 лет прожила» уже, к сожалению, не работает. Точнее, он работает не всегда, как бы мы ни любили своих бабушек. Нужно включать голову и самим изучать вопрос. Читать исследования, читать составы, изучать научные статьи, рекомендации специалистов и так далее. У нас настолько плохая пока что культура питания в стране, что даже ожирение хотят включить в перечень социально значимых заболеваний, наряду, например, с онкологией. Пора задуматься. И, наверное, сегодня больше шоколадки есть не буду. Московские рестораторы заявили о дефиците поваров и барменов. По их словам, нехватка поваров, барменов и другого персонала достигает 20-30%. Почему так вышло? Ну, во-первых, это сезонность. Многие люди уезжают в отпуска или возвращаются на родину. Это я про работников других стран, конечно. Не будем лукавить, их в Москве достаточно много. Во-вторых, наш рубль сейчас достаточно сильно упал и приезжим просто не всегда выгодно здесь работать. Ну, а может быть и зарплату повысить уже надо. Но я думаю, что в осень-зиму и рубль укрепится, и работники найдутся. Рынок труда как-то сам себя отрегулирует. Но если вы давно хотели попробовать себя в роли бармена или повара, то, наверное, пора как раз-таки закинуть резюме. Почему бы и нет? Бразилия готовится увеличить поставки кофе в Россию. А это значит, что рост цен на кофе, скорее всего, отменяется. Ведь Бразилия в крупнейшем мире его производитель и экспортер. А мы с Бразилией в последнее время очень даже хорошо дружим. Челябинец проглотил живую пчелу и едва не погиб. А все кончилось хорошо. Спойлер. Человек просто отдыхал себя спокойно на пикнике и ел сосиски. И случайно вместе с сосиской проглотил пчелу и не заметил. Потом он плохо себя почувствовал. У него начался отек, и он выпил таблетку от аллергии. Но все-таки решил обратиться к врачу. В больнице провели обследование и извлекли из верхней части пищевода и народный предмет. И это оказалось пчелиное жало. Просто я в шоке. Получается, врачи спасли человеку жизнь. И врачи сами удивились и сказали, что такой случай у них на практике вообще впервые. Это не зря я пчелу боюсь, получается. Трассу в России завалило куриными тушами. Новость смешная, ситуация не очень. В Калужской области фура, которая везла упаковки с курицей, перевернулась на трассе. Двери открылись, и вся курица оказалась на дороге. А ее там было очень много. Но вроде бы пострадавших нет, а это самое главное. Агроном призвал не есть зеленые помидоры. Многие садоводы собирают с грядок еще зеленые и недозрелые помидоры. Кто-то привозит их домой и дает им дозреть. А кто-то ест и готовит прямо из них. Я сама много раз встречала такие рецепты в интернете. И не только в интернете, кстати. Так вот, специалист напоминает, что так делать нельзя. В смысле есть недозрелые помидоры, их можно оставить дозреть дома. А вот готовить есть из них нельзя. Потому что зеленые томаты содержат солонин, вещество, ядовитое. И в определенной концентрации оно способно нести существенный вред здоровью. Особенно опасно есть такие помидоры пожилым людям и детям. В России создают виртуального агронома для городских фермеров. Ученые Тюменского госуниверситета сейчас придумывают уникальную, не имеющую аналогов в мире систему для умных ферм. Вы вообще знаете, что умные фермы существуют? Я вот нет. Эта система действует на основе искусственного интеллекта и будет наблюдать за растениями, анализировать, что с ними так, что не так, и главное давать советы, как действовать и что делать при поломках оборудования, болезнях растений и в других нештатных ситуациях. Мне кажется, это просто прекрасно, очень круто. И если нам завести такую умную ферму с такой системой, у нас что-то кроме кактусов все-таки тоже вырастет. Да? Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют потерять шашлычок под коньячок. Заголов, конечно, огонь. А речь здесь идет о модернизации свиноводческих хозяйствах. Беларусь сейчас, как Россия, активно занимается импортозамещением. И вот они добрались и до свинины. Многие фермы там строились более 20 лет назад и уже нуждаются в обновлении. Их пора ремонтировать, менять, обновлять, чтобы производство мяса осталось на должном уровне. Гигантский арбуз весом 71 килограмм вырастил фермер из Астрахани. Астрахань считается российской родиной арбузов. И там с арбузами правда заморачиваются. Постоянно придумывают новые сорта, экспериментируют с селекцией, выводят разноцветные арбузики. У них там даже целая радуга из арбузов есть. Они там красные, желтые, оранжевые, всякие разные. Мы же были этим летом в Астрахани, сами видели. Молодцы. И вот этот арбуз весом на 71 килограмм попал в Книгу рекордов России. Кстати говоря, это самый большой арбуз в нашей стране на сегодняшний день. В Макдоналдс появились шоколадные пирожки с шоколадом. Это просто шоколад с шоколадной начинкой, из шоколадного теста и с кусочками шоколада. Это все не у нас, а в Гонконге. Я бы такой пирожок разок бы попробовала, конечно. Но я все-таки рада, что не у нас, а в Гонконге. День граненого стакана отмечается в России 11 сентября. Нет, наверное, в нашей стране ни одного человека, который не знаком бы был с этим легендарным стаканом. Из него до сих пор пьют чай в поездах. Он часто появлялся в сюжетах самых популярных советских фильмов, и у некоторых такой стакан даже есть дома. А если не такой, то очень похоже на него. И даже в ресторанах сейчас во многих чай приносят в граненых стаканах. Ну, в Москве так точно. И многие думают, что граненый стакан придумали в СССР. СССР. Но это не совсем так. На самом деле он существовал еще во времена Петра Первого, и Петр из него пил всякие алкогольные напитки. Но он любил выпить. И из граненого стакана было вкуснее. Потом, в 1943 году, советский скульптор Вера Мухина получила задание придумать универсальную посуду для пролетариата. Она взяла этот граненый стакан, усовершенствовала его, и он стал производиться в промышленных масштабах на заводе Гусь-Хрустальный. У классического граненого стакана 16 граней, чаще всего, и объем его составляет 200 мл. Встречаются другие вариации, но это такая самая популярная. Кстати, все ингредиенты к рецептам из популярной в Союзе книги о вкусной и здоровой пище считаются именно в этих граненых стаканах. И это все новости на сегодня. Вы смотрели наш гастроблог «Сладкий персик». Это были сладкие новости, первые еженедельные гастроновости в России. Мы ждем ваших комментариев и увидимся в следующее воскресенье. Всем пока! А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, там каждый день у нас выходят самые вкусные рецепты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok